Итак, мои золотые, я рад вас всех приветствовать. Мы начинаем серию новых разборов на турнир UFC Fight Night. Перед его началом, как всегда, напоминаю, что вы можете забрать бонус 17 штук. Все, что нужно сделать, это перейти по ссылочке, которая есть в описании, также в закрепленном комментарии, зарегистрироваться, пополнить баланс на 1 тысячу рублей, и, соответственно, двушка вам прилетит сразу же от фонбет, и также в дальнейшем, рандомно, можете получить еще по 15 штук. Если вам этот бонус нужен, то, как говорится, забирайте. В общем, сегодня мы будем разбирать поединок с участием нашего с вами соотечественника. Это Армен Петросян, в этот раз его оппонентом становится опасный бразильский джитсер. Это Рудольфа Вейера. Мы, как всегда, поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, но, конечно же, будем искать варианты для ставок. Так, давайте начнем с Петросяна. Это боец, за плечами которого действительно потрясающий бэкграунд в тайском боксе. Он становился неоднократным чемпионом России, также чемпионом мира в этой дисциплине. Решил попробовать себя в качестве профессионального спортсмена. Дебютировал сразу же за чемпионский пояс в такой промоушен, как АМС Fight Night. Встретился там против Артура Алискерова, финишировал того, и, соответственно, чемпионский пояс уже примерил на своей талии. Первую защиту провел против Дмитрия Минакова. Выиграл, соответственно, досрочно, да, и таким образом защитил статус чемпиона. После этого потерял пояс в поединке против Хасана Юсефи. Действительно, тогда Хасан шел за какой-то космический коэффициент в районе семерки. Смог донести свою пушку, бомбу, да, соответственно, досрочно одержал победу над Петросяном. И, соответственно, пояс Петросян свой потерял. После этого выступил в трассортном промоушене, там одержал победу. И предоставили ему шанс подраться на данный White Contender Series против Колева. Там одержал победу, и в дальнейшем его все-таки в UFC подписали. В дебюте он встретился против Робокопа. Действительно крутой, интересный, зрелищный, яркий поединок. Бойцы нам показали, кто не видел, я советую вам его посмотреть. Близкий, конечно, бой, да, кто-то не согласен с решением, но тогда Армен Петросян одержал победу. После этого встретился против Кая Бараля, проиграл там по решению судей. И свой крайний бой провел против Добсона. Одержал победу по решению судей, да, и, соответственно, вышел на победную тропу. Что касается бойцовских качеств Армена. Это боец, которого можно назвать сбалансированным, да, он неплохо защищается от борьбы. Неплохо, скажем так, умеет контрить, да. Но, опять же, мы не видели его в противостоянии против, ну, скажем так, таких сильных борцов. С Храбокопом показал неплохую защиту. В стойке, конечно же, Армен представляет серьезную опасность. Нокаутирующая мощь у него присутствует, серийная комбинационная работа. В принципе, в нем уже заложено, потому что это базовый таяц. Бьет акцентированно, жестко, отлично передвигается на ногах. Хорошо контрит, хорошо также в стойке защищается. То есть, стойка, конечно же, это его сильная сторона. Что касается кардио, бензобака, то, в принципе, дистанция в 3 по 5 для него выполнима. Итак, мы переходим к оппоненту. Петросян это Рудольфа Вейера, боец, который 4 раза, друзья, 4 раза становился чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. В его активе черный пояс в этой дисциплине. Это тоже очень серьезный, скажем так, такой бэкграунд любительский. В общем, успел он засветиться у нас здесь в России. Два поединка провел в рамках турнира ACB, две досрочные победы. После этого дали ему возможность выступить на ACA против Немчинова. Одержал также досрочную победу. И, соответственно, после этого его подписали в организацию UFC, где он встретился против Оскара Пехоты. Одержал там досрочную победу. Дальше финишировал нашего с вами соотечественника Сапорбека Сафарова. После этого вышел максимально уверенный, да, возможно, где-то не до конца собранный против Энтони Эрнандеса. Первый раунд его подзаборол, а во втором раунде, соответственно, попался сам на удушающие приемы. Был вынужден сдаться по той простой причине, что бензобак его закончился уже в первом раунде. После этого встретился против Штольфуца. Одержал победу. Проиграл Крису Кертису по решению судей. И свой крайний поединок провел против Брэнд Эйджа, где в первом раунде был потрясен. Была для него просто патовая ситуация. И казалось бы, что Брэнд Эйдж сейчас все сделает максимально грамотно. И одержит досрочную победу, но Брэнд Эйдж не смог этого сделать, не смог держать своего оппонента. И таким образом сам устал просто в усмерть после первого раунда. И во втором раунде уже, соответственно, Рудольфа перевел Брэнд Эйджа в партер, где удушающим приемом совершил тот поединок. Таким образом, также у нас Вера вышел на, соответственно, победную тропу. В общем, этот поединок должен был состояться в рамках турнира UFC в Бразилии. Но, судя по той информации, которая гуляет в социальных сетях и в интернете в целом, Петросян отравился. Кто-то говорит, что его отравили. Кто-то говорит, что такое бывает. То есть, опять же, всякое может быть. Возможно, там с акклиматизацией какие-то были проблемы, что бы способствовало, в свою очередь, вот такому отравлению. В общем, поединок не состоялся и, соответственно, он перенесен. Надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Соответственно, переходим к бразильским, к бойцовским качествам. Вот этого бразильского халка, танка, да, называйте его как хотите. В общем, действительно, это очень опасный джитсер, особенно в первом раунде. Действительно, у него хорошие тейкдауны. Он отлично переводит. Как только он чувствует, что есть возможность прикончить своего оппонента после удачного тейкдауна, то Рудольф это боец, который обязательно воспользуется этой опцией. И, соответственно, попробует сделать все возможное для того, чтобы закончить поединок досрочно. Если же поединок затягивается, то, как показывает практика, Рудольфа либо улетает на кау, да, либо его самого, в принципе, могут уже засобмитить. То есть, в плане функционалки проблемы есть. Как я уже сказал, джиу-джитсу грэппинг находится на высочайшем уровне. То есть, опять же, если мы смотрим на статистику переводов, то да, она невысокая за счет того, что, ну, это классическая, скажем так, борьба, вольная борьба, да, элементы перевода. То есть, этот скилл прокачан у Виэра, да, у Виэра, но он не находится на высоком уровне. Этот аспект необходимо тоже зафиксировать у себя в голове. Что касается ударной техники, то базовый джитсер, который от поединка к поединку нельзя сказать, что он улучшает свои ударные качества и навыки в том числе. Соответственно, переходим мы к прогнозу на этот поединок. Давайте взглянем на коэффициенты букмекерских контор, что нам, в принципе, здесь предлагают. Армен Петросян идет небольшим фаворитом за 1.85, в то время как Виэра идет андердогом за двоечку ровно. Опять же, коэффициенты, возможно, будут еще скакать, но я думаю, что они максимум, скажем так, уйдут от тех, которые сейчас есть, не на сильно большое, скажем так, расстояние. В общем, как всегда, мы поговорим про главный аспект ударка, борьба, кардио и оппозиции. Если мы берем оппозицию, то возможно, возможно, можно было бы сказать, что у Виэра есть какое-то преимущество в этом аспекте. Да, но опять же, я бы здесь на это, наверное, не полагался. Если говорить конкретно по именам, то да, конечно, у Виэра ребята были, скажем так, посерьезнее. То есть здесь можно поставить 55 на 45 в пользу Виэра, но я считаю, что этот аспект является, будет являться не ключевым в этом поединке. Что касается кардио, то здесь Петросян для меня явный фаворит. Я, как говорил, да, он три раунда может отработать в хорошем темпе, показать хороший поединок, и в то время как его оппонент Рудольфа, это боец, который вот ему нужно выйти, максимально быстро попробовать закончить поединок. Если этого сделать не получится, то дальше по кардио он подседает, что, в принципе, свойственно практически всем джитсерам. Я имею в виду джитсерам, да, которые не являются хорошими ударниками. Это мы видели и в рамках турнира AC, и в рамках турнира Cage Warriors, и тех же самых там LFA, например, и UFC тоже куча было таких примеров. Поэтому в плане бензобака здесь я бы поставил 60 на 40, возможно, даже 65 на 35 в пользу Петросяна. Что касается борьбы, то здесь, конечно же, фаворит Веера, но опять же, он фаворит именно в джитсу и в грепплинге. Повторюсь еще раз, Петросян это боец, который прокачивает защиту от тейкдаунов, поскольку он является базовым тайцем. Да, плюс ко всему я нашел информацию, которая говорит о том, что Петросян проходил сборы к этому поединку непосредственно. Где? Правильно, в республике Дагестан. Я уже неоднократно говорил о том, что ребята, у которых, я имею в виду спортсмена, да, не вас конкретно, ребята, которые проходят сборы перед своими поединками против борцов в республике Дагестан, они показывают действительно хорошие навыки в защите от тейкдаунов. То есть там не надо, не надо учиться бороться, не надо учиться переводить своих оппонентов, да, там пробовать с ними стоять в клинче, это все не та работа, которую необходимо проделывать в рамках подготовки. Здесь самая главная задача не дать себя перевести своему оппоненту и максимально быстро в случае сближения оппонента, да, попробовать разорвать клинч, если он все-таки состоялся. То есть это главные ключевые опции, над которыми необходимо работать в подготовительном лагере. Опять же повторюсь, огромное количество спортсменов, которые приезжали в Дагестан, которые прокачивали свой скилл защиты от тейкдаунов, также набирались, в принципе, борцовских навыков, и это кузня борцов, ребятки, Дагестан. Это именно то самое место, где ты можешь подготовиться. Почему? Потому что там созданы все условия, потому что там находится огромное количество молодых, голодных спортсменов, которые, возможно, в дальнейшем будущем себя проявят, возможно, бойцы, которые не смогли себя проявить где-то на аренах, да, там, в каких-то крупных или второсортных лигах, но в зале это действительно настоящие танки, которые будут работать и 5 по 5, и 5 по 10, и 10 по 5, да, то есть действительно огромное количество потрясающих спортсменов, как сказал бы сейчас бывший чемпион хардкор-кулачки спортсменов, спортсменов, вот. Но по факту это отличное решение для того, чтобы прокачать свой скилл защита от Экдауна. Поэтому Армен Петросян молодец, я действительно хочу его похвалить за это действие, ну и посмотрим в клетке, да, все-таки, как он подготовился от вот этих вот действий, которые будет ему навязывать 100% Радольфа, потому что, ну, по факту он больше-то делать ничего не умеет. Здесь у нас остается, ну, соответственно, да, подчеркнуть необходимый момент, что я надеюсь, что защиту Армен, соответственно, продемонстрирует нам хорошую, ну, а в чистом грэпплинге и бджитсу, конечно же, веера лучше. Поэтому небольшое преимущество здесь в плане, ну, скажем так, целой борьбы, да, здесь можно отдать на сторону веера. В ударной технике здесь безоговорочный фаворит Армен Петросян, он, повторюсь еще раз, отлично серийно работает, нокаутирующая, жесткая, нокаутирующая мощь, жесткая, жесткие удары также у него присутствуют, плюс набор навыков, то есть это абсолютно удары со всех позиций, с разных углов, со всех конечностей, то есть это локти, колени, ну, соответственно, что и подобается настоящему, скажем так, тайскому спортсмену. Поэтому в стойке я считаю, что Петросян будет нести действительно серьезную опасность для своего оппонента. И почему бы и не попробовать Петросяну сейчас финишировать вееру? Почему? Потому что веера, блин, да он от каждого по факту хорошего попадания, по нему, да, он падает, у него постоянное, как, огромное количество ущерба в его поединках, даже против такого бойца, как Брэнд Дейдж, который я считаю чисто залетный какой-то пассажир в UFC и ничего особо он из себя не представляет. Да, он там где-то кого-то смог победить в первом раунде удушкой, например, да, потому что борьба его оппонента была там хуже, но по факту никаких опасных качеств у него нет и чисто однораундовый боец. Вот, поэтому я считаю, что стойка в процентном соотношении 70 на 30, я бы здесь поставил на сторону Петросяна, я считаю, что именно за счет этого аспекта. За счет стойки, за счет, буду надеяться, что борьба, защита от борьбы прокачана, за счет хорошего кардио. Кстати, кардио также отлично прокачивается в нашей, да, всеми любимой республике Дагестан. И, соответственно, потому что, повторюсь еще раз, там все условия для этого созданы. Я считаю, что в этом поединке должен Петросян вырывать победу, коэффициент у него 1.85. Я, в принципе, готов его забрать за такой коэффициент. Это хороший коэфф, когда я услышал об этом поединке, когда его анонсировали, я все-таки думал, что, ну, типа коэффициент будет там 1.5, может быть, 1.55 на Петросяна, но 1.85 это неплохие цифры, которые, в принципе, можно забирать. И, повторюсь еще раз, я буду надеяться и дам такой небольшой аванс в сторону Петросяна, что все-таки в Дагестане он действительно пахал, и он прокачивал защиту от Тейдаунов. Поэтому будем надеяться, что покажет яркий, красивый поединок и порадует нас с вами своей победой. В общем, друзья, мой выбор это, соответственно, Армен Петросян. Если вы со мной согласны, либо же не согласны, вам есть что-то добавить, что-то обсудить, как всегда я рад вас ждать в комментариях под роликом. Да, можете, в принципе, писать все, что вам угодно. Самое главное, не нарушайте, соответственно, требования Ютуба. Не уважайте друг друга обязательно, ребят, потому что уважение к человеку, я считаю, что это самое главное. Причем к любому человеку. В общем, друзья, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на Ютуб-канал, также прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем пока и хорошего дня.